Здравствуйте дорогие друзья! Многие знают, что у нас регулярно выходят годные подборки софта под iOS и Android, но не все знают о цикле видео с лучшим софтом для Mac. И это уже пятый выпуск, остальные по ссылкам в описании. Устраивайтесь поудобнее. У нас уже был в подборке менеджер паролей OnePassword, но он теперь распространяется по подписке. Я перешел на бесплатный Bitwarden. Да, интерфейс попроще, но он кроссплатформенный, надежный, есть все необходимые инструменты, плюс разработчики не поленились сделать плагины для браузеров. Я оформил платную подписку за 10 долларов в год только из-за того, что использую физические ключи для аутентификации. В остальном в этом нет необходимости. Литий-ионные и полимерные аккумуляторы служат дольше, если их не держать на максимальном заряде. Лучше гонять батарейку в интервале от 20 до 80%. Утилита Altdente позволит владельцам Macbook установить лимит зарядки, при котором процесс пополнения энергии остановится. Для работы функции следует пройти в системные настройки и отключить функцию оптимизированная зарядка, которая также работает в этом направлении, но зачастую заряжает Macbook по полной. У программы есть и платные функции вроде защиты от перегрева, но как по мне они излишни. Да и стоит это до 30 долларов. Если вы хотите контролировать скорость вращения вентиляторов, температуру компонентов Mac, вручную включать максимальные обороты вращения или мануально задавать температуру, при которой будут включаться вентиляторы, вам пригодится TG Pro. Я пользуюсь этой программой, потому что она одна из первых начала работать на Mac с чипами Apple Silicon и делала это стабильно. Есть информативная иконка в трее, ценник бы еще поменьше, но тут имеется триальный период на попробовать. Бесплатная утилита для Mac Amphetamine позволит компьютеру внешним монитором или диском не засыпать. В настройках можно указать триггеры, после срабатывания которых Mac или периферия не будут уходить в сон. Например, чтобы Mac не засыпал при подключении внешнего дисплея или когда к MacBook подключен адаптер питания. Я пользуюсь программой во время съемок или, например, когда идет длительная компиляция или рендеринг. В системных настройках Mac OS вы можете увидеть три настройки оформления. Светлая и темная тема и автоматический режим переключения после заката или рассвета. Бесплатная утилита Night Owl переключает тему в один клик правой клавишей мыши по иконке в строке состояния. Это может понадобиться, когда приложение или страница в Safari не оптимизирована под темный режим и тяжело читать содержимое. А еще можно настроить включение темы по расписанию или выбрать программу исключения, в которой всегда будет активирована светлая тема. Clip Grab это бесплатный загрузчик видеороликов из YouTube, Vimeo, Facebook и других сайтов. После скачивания ролики можно сконвертировать в некоторые форматы вроде mp4 или mp3 без видеоряда. Из недостатков Full HD это максимальное разрешение для скачивания. 4К уже не тянет. Rectangle супер простая и бесплатная утилита, которая позволяет как на винде примагничивать окна к любой грани экрана. А еще в ней есть просто тонна шорткатов для кадрирования окна в любой удобный вид с любыми пропорциями и местом расположения. Если родной просмотрщик Makassi вы считаете убогим, клавиши пробел для быстрого просмотра вам недостаточно, а Lilloo View считаете дорогим, попробуйте Pixee. Во время просмотра изображений минималистичная программа отображает миниатюры всех изображений в папке и располагает их в нижней части над доком. В настройках можно выставить вид просмотра по умолчанию. Pathfinder один из лучших и старейших файловых менеджеров для macOS. С продуманным до мелочей русифицированным интерфейсом, двухпанельным меню как в Total Commander, наличием вкладок, предварительным просмотром файлов, управлением процессами, работой с архивами и приложениями, возможностью изменять горячие клавиши в системе, конвертировать образы и подключение модулей. Один недостаток, цена 36 долларов, но есть 30 дневный триал. Notion это гибкая кроссплатформенная программа ведения рабочих и личных дел. По факту комбайн из текстового процессора, менеджера, проектов и списка задач. И все это с возможностью групповой работы. Перечислять все функциональные возможности и особенности работы программы попросту нет смысла. Это как пытаться объяснять, что может офисный пакет Microsoft. В сети есть тонна полноформатных обзоров и куча подборок с лайфхаками. Программа бесплатная для индивидуального пользования и лишь некоторые дополнительные фиши доступны по подписке. Основные недостатки. Английский интерфейс и обязательное наличие онлайна. Если интернет нестабилен или его вовсе нет, нормально поработать не удастся. На этом все. Свои любимые программы для компьютера с кратким описанием оставляйте в комментариях к этому видео. Если рубрика нравится дайте знак. На этом все. С вами был Вадим Ищенко с YouTube канала ProTech. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok